всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и сегодня у нас очередной наш выпуск а если вы слышите белый шум на фоне сразу прошу за него прощения потому что тут рядышком у меня спит мой малыш вложила его только что на дневной сон и быстро быстро записываю видеоролик для вас мы срывом сегодня на самом деле в заточении потому что на улице у нас уже вторую неделю жутчайшая жара сегодня мы бьем все рекорды на солнце зашкаливает до 40 градусов по цельсию поэтому мы с самого утра съездили только в магазин закупились едой и в бункер обратно из дома мы не выходим сегодня буду говорить на очень важную тему хотя все темы мне кажется сейчас после рождения малыша они какие-то мега важные но эта тема помимо того что она важна она еще сильно ненавистная ее не любят и ненавидят не только беременные женщины мне кажется но еще больше к ней пренебрежительно относятся женщины которые родили детей и это вес после родовой вес сколько ты набрала что с ним делать как его сбросить и и и вопросы которые возникают голове останется ли моя фигура прежней изменится ли она и что вообще с этим делать потому что времени на спорт нет на ухаживание за собой также нет и все с чем мы остаемся это просто наши лишние килограмм есть несколько вещей которые я вынесла для себя из своего опыта боебеременности и родов и с удовольствием с вами этими вещами поделюсь следует начать с того что я вступала в беременность весом 56 килограмм то есть это мой идеальный вес я чувствую себя прекрасно комфортно в этом весе у меня талия 60 сантиметров грудь и бедра приблизительно 90 чуть чуть больше там 92-94 что-то типа того и в принципе несмотря на то что рост у меня метр шестьдесят четыре я не высокая ножки у меня коротковаты вот все равно в этом весе я чувствую себя прекрасно замечательно и даже и даже не возражаю против того что в этом весе моя грудь она теряет в объеме всегда у меня была большая грудь это д размер и поэтому сейчас когда я вот достигла своего идеального веса и не поняла что в этом случае нужно жертвовать грудью для меня это вообще не проблема но меньше она стала ну цей окей но так как у меня в голове вот ментально как то есть вот эта история что я с грудью и что у меня она большая то один размер минус он как-то не играет для меня совсем роль вот во время беременности набрала я просто катастрофической катастрофический объем веса это 30 килограмм 30 как я это сделала ну что ж сильно стараться мне не пришлось так как я склонна к полноте это в принципе мне хватает выпить всего чуть больше воды а там я не знаю в день съесть чуть 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 больше еды даже особо не стараясь то я тут же набираю вес поэтому когда я худею я питаюсь воздухом так вот в беременность 1 1 триместр снесло у меня крышу на сладкое на всякие бургеры и мучное и все 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 что все что такое самое вкусное из муки и белого хлеба благо ела я безглютеновая потому что я не переношу глютен но тем не менее отсутствие глютена она не отменяет вредности этих продуктов так вот к концу беременности я была 86 килограмм то есть это плюс тридцатка и когда я родила рема я думала ну что ж ну наверное десяточку я сброшу сто процентов вот и спустя три дня когда я вернулась из роддома и встала на весы велику был было мое разочарование потому что оказалось что я в роддоме оставила всего 6 килограмм если посчитать что ребенок мой был 4 килограмма там плацента вода и все остальное то в принципе я не потеряла ровным счетом ничего вот вообще ничего как же боже мой я расстроилась я думаю что теперь делать единственная моя надежда была на грудное кормление потому что я слышала что когда ты кормишь грудью ты вот прям теряешь весь и ой-ой-ой хотя на самом деле не факт ты можешь и набрать очень сильно потому что у некоторых женщин при грудном скармливании просыпается такой жор что ты просто не можешь удержаться плюс ко всему появляется очень большое чувство жажды то есть хочется пить в нон-стопе и если женщина не привыкла во-первых пить воду а пьет соки сахар и так далее то естественно или лимонады что еще хуже то она будет набирать очень сильно весе и при такой сильной жажде часто вот это чувство жажды она маскируется чувством голода и кажется что ты голодная хотя на самом деле это просто чувство жажда тебе нужно попить и когда ты ощущаешь вот якобы этот голод то естественно ты начинаешь жрать и это тоже добавляет вес поэтому оказалось что при грудном кормлении тоже нужно быть очень и очень аккуратно прошло две недели став на весы я уже поняла что дела идут чуть чуть получше я потеряла в общей сложности 10 килограмм к этому времени я уже такая о 76 уже хорошо хотя цифры для меня просто какие-то кошмарные таких цифр я по отношению своего веса никогда в жизни не видела но тем не менее уже как-то в голове я понимала ну что ж мать набрала нажрала смирись теперь нужно с этим что-то делать будет у тебя контент будешь заниматься в общем своим весом и сейчас спустя два месяца после рождения моего сыночка я скинула ровно 20 килограмм не знаю с чем это связано на мой весом как-то теряется ровно по десятке по десятке как-то округляется и сегодня на сегодняшний день утром я взвешивалась я вешу 66 так вот расскажу что же я делала за эти два месяца для того чтобы сбросить эти килограммы что мне помогало и что я намерена делать дальше для того чтобы потерять еще свою заветную десятку и чтобы вернуться в свой идеальный вес и чтобы наконец-то нацепить на себя свои идеальные джинсы смотря в зеркало кстати я могу точно сказать и окружающие мне также говорят что фигура моя не изменилась абсолютно она не изменилась то есть как я была вот в своих каких-то пропорциях объемах до этого так я и осталась поэтому я наверное счастливый человек беременности рода мою фигуру они как-то не трансформировали так чтобы изменить что чтобы она изменилась не знаю что будет со второй беременностью но остается надеяться что со второй беременностью тоже моя фигура останется такой же как было потому что не думаю что какие-то изменения объемов и скорее всего в большую сторону не они могли бы мою фигуру как-то улучшить но только если может быть задницу мне добавить но окей это уже это уже фантазии так вот что же я делаю для того чтобы за этот за эти два месяца скинуть свои 20 килограмм первое это рацион помимо питья о котором я только что уже говорила да что нужно следить за тем что ты пьешь и в идеале в идеале отказаться полностью от соков особенно соков которые разливаются в пачках к в которые добавляются химикаты синтетика сахар все это нужно и своего рациона удалять и в идеальном случае пить исключительно и только воду я сама воду не люблю не то чтобы вкус не люблю а просто у меня нет этой привычки нет этого желания нет этой жажды для того чтобы пить воду а там в объеме двух литров в день во время беременности естественно я эту воду пила заставляла и с этим было все в порядке но во второй половине моей беременности у меня как-то все опять поменялось и меня пробило на газировку то есть я так хотела что-то газированное причем сильно газированное я начала пить газированную воду есть мнение что она не так полезно есть мнение что она вообще не полезно есть опять же мнение что это все мифы и с этой водой все в порядке по крайней мере для моего здоровья для здоровья малыша никакого вреда это вода не нанесла надеюсь только пользу поэтому я начала пить газированную воду как-то мне было повеселее ее пить я могла добавить может быть Иногда какой-то фрукт для вкуса и пила исключительно газированную воду. И сейчас также все эти 2 месяца я пью в больших количествах, чуть-чуть больше 2 литров в день, газированную воду. Эта вода и жидкость, в принципе, которую вы набираете в течение дня, она очень хорошо влияет на грудное кормление. И для того, чтобы молоко у нас производилось, обязательно нужно пить воду. Дальше, что касается еды. Я абсолютно исключила жареное, жирное, сладкое. Все, что я ела в первой половине своей беременности, из-за чего я набрала вес, по большому счету, это все я исключила, несмотря на то, что это все хочется. Я это все заменила на свой полезный рацион. То есть утром я могу съесть белый йогурт без добавок. В него добавить сухофрукты и орехи. Особенно грецкий орех, который также хорошо влияет на лактацию. Потом, если я не ем йогурт утром, я могу съесть яичницу с зеленью. Немного-немного добавляю помидор и сыр. Просто потому, что я знаю, что непереносимости в этом вопросе нет. Рэм хорошо реагирует на и помидоры, и сыр, и яйца в том числе. Поэтому я могу чередовать свои завтраки именно таким образом. Дальше в обед я съем либо суп. Но опять же, если говорить про супы, я избегаю капусту. Всякую любую. То есть это свежая капуста, квашеная капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. Все, что может привозить к вздутию живота. И ем овощные, куриные супы на говядину, телятине. И также с добавлением овощей. Могу есть супы-пюре. Также во время обеда, если я ем не суп, а ем что-то другое, то я могу есть, например, кенуа с кусочком мяса или рыбы. Могу поесть гречку. Если я ем гречку, то мяса я уже не добавляю. Также я могу поесть авокадо с тунцом, немного добавив кукурузы. С этим тоже аккуратно. У нас реакции никакой нет, поэтому кукурузу есть я могу. И, в принципе, мои обеды в основном состоят из полезных жиров, из белка и из хороших сложных углеводов. И эти все продукты, они, как правило, либо вареные, либо приготовлены на пару, либо приготовлены в духовке. Ничего не жарю, масла не добавляю, за исключением немного оливкового масла, если это салат, если это тунец, а если это, не знаю, какие-то продукты, где капелька оливкового масла, она уместна. И что касается вечера, вопрос нехватки времени. Хотя этот вопрос стоит целый день, но особенно вечером мы набираем калории, поэтому вечером этот вопрос более важный, чем, например, с утра или днем. Почему? Потому что ты настолько занята с малышом, ты его купаешь, ты за день уже устала, ты занимаешься им. И к тому времени, как он ложится спать, это уже около 9 вечера, ты настолько устала, ты настолько уже просто не в себе и сил у тебя нет, что, в принципе, твои приоритеты, они как-то меняются. То есть, вместо того, чтобы пойти поесть, ты просто ложишься и думаешь, так, мне бы чуть-чуть отдохнуть. Или идешь в ванну, лежишь после 6 недель, после родового восстановления, либо монтируешь видеоролики, как это делаю я для Ютуба. Вот, поэтому часто бывает, что вечером я поем либо, может быть, салат, либо какие-то остатки своего обеда, но не более того. То есть, вечером мой рацион, он очень-очень сильно сжат, порции также маленькие, и, в принципе, вечером я особо не ем. И вот это мой рацион. Если мне сильно хочется что-то сладкого, я позволяю себе съесть что-то сладкое. У меня как-то пару недель было, что я очень-очень хотела, знаете, с детства сладкие картошки. То есть, десерт – это сладкая картошка. Не знаю, в России она есть или нет, но у нас такая есть. То есть, это, грубо говоря, шоколадный десерт, шарик вот такой вот, называется картошкой. И вот я эти картошки, господи, как же я эту картошку хотела. И вот я позволяла себе несколько вечеров поесть эту картошку. Но тогда я не ела ужин. То есть, для меня был выбор – либо ты ешь свою картошку, либо ты ешь ужин. И вот настолько мне хотелось, что я иногда позволяла себе заменить свой ужин, свои калории на вот эту сладенькую картошку. Но, окей, ладно, я, в общем, себя успокаиваю, что сахар моему мозгу тоже нужен. И уже не говоря о том кайфе, который я испытывала, когда я ела эту свою несчастную картошку. Ну, окей, о том, как я ее ела и что это было в темноте с малышом спящим рядом – это уже другой вопрос. Об этом я расскажу, когда буду говорить о нашем режиме и как мы его налаживали. Вот. Но, в принципе, если есть огромное желание, и ты можешь как-то сбалансировать и как-то исключить другой прием пищи, то можно себе позволить иногда также съесть что-то сладенькое. Следующий пункт, который мне также сильно помогал – это прогулки. В силу того, что у меня нет ни времени, ни желания на данный момент заниматься спортом, плюс ко всему первые шесть недель нельзя заниматься спортом, особенно интенсивными какими-то нагрузками, то для потери веса очень хорошо помогают прогулки с малышом. И вот мы ежедневно, наверное, за редким исключением, мы гуляем по 2-3 часа в день. Это, как правило, мы делаем в первой половине дня, это утром, когда у малыша наступает первый сон после приема пищи и игр, и мы отправляемся на прогулку. И вот тогда, если малыш не позволяет, если он спит, или, по крайней мере, он в коляске не кричит, тогда мы гуляем. То есть это, как правило, если за 2 часа приблизительно 10 тысяч шагов, и вот эта активность, какая-никакая, но, тем не менее, движение, оно помогает не только ментально свою голову немножечко привести в порядок, но и также моему телу очень хорошо помогало. И, в принципе, ходьба, она, вот я знаю по своему обмену веществ, по тому, как мое тело реагирует на физические нагрузки прогулки, они очень хорошо влияют именно на мое тело. И поэтому эти ежедневные прогулки, я уверена, также способствовали тому, чтобы потерять вот эти первые 20 килограмм всего лишь за 2 месяца. Все остальное время ты просто сидишь. То есть ты либо корнишь малыша, либо ты с ним играешь, либо ты его купаешь. И особенно, если малыш такой, как у меня, который не любит находиться на руках, то, в принципе, у тебя нету никакой вот дополнительной нагрузки. Если тебе приходится постоянно укачивать малыша, растущего малыша, то, конечно, ты хоть как-то тренируешь ноги, ты хоть как-то тренируешь свой бицепс, хоть как-то тренируешь свой пресс, потому что постоянно ты его укачиваешь, ты постоянно движешься, ты постоянно приседаешь или руками производишь какие-то хоть движения. У меня этого нету. То есть все остальное время за день у меня получается, что я не двигаюсь, потому что малыш мой не требует, чтобы я с ним вот тут носилась. Единственное, может быть, где я сильно напрягаюсь, это когда я его купаю, потому что мне приходится нагинаться и приходится как-то вот очень сильно ногами, в общем-то, держаться и напрягать свои мышцы для того, чтобы вот его купать, его держать, и чтобы не подскользнуться и не упасть. Но помимо этого нету вообще никаких физических упражнений, нагрузок, и, следовательно, прогулки, они меня вот в этом случае очень-очень сильно выручают. Осталось, как я уже сказала, мне сбросить всего лишь 10 килограмм, и в плане я имею что? По возвращению в Петербург, когда уже мы будем вместе, наконец-то, с мужем, и когда я смогу хотя бы на часик-полтора малыша вручить папе, чтобы он с ним провел время, тогда я буду заниматься уже спортом. Обязательно найму себе тренера и отправлюсь в спортзал, и буду уже работать над тем, чтобы эти 10 килограмм максимально быстро покинули мое тело, и в ближайший год, который я планирую кормить грудью своего ребенка, чтобы я выглядела максимально хорошо, была в максимально хорошей форме и могла думать исключительно о том, как заботиться о своем малыше, а не о том, как я выгляжу. Потому что, конечно, когда ты в роли новой мамочки, ты, естественно, очень сильно переживаешь, и морально это, конечно же, бьет, когда ты имеешь этот лишний вес, когда тебе твое тело не нравится, когда ты с собой недовольна, когда есть вот эта какая-то тревога, волнение о том, уйдет ли это, останется ли это, как я буду выглядеть потом, буду ли я нравиться своему мужу, потому что это очень важный момент. Вот эти все изменения, которые ребенок привносит в ваши отношения своим появлением, той усталостью и тем стрессом, который уже существует, так еще дополнительно эти отношения может изменить твой внешний вид. И благо, если твой муж, ну, скажем так, нормальный, адекватный человек, который понимает, что рождение ребенка – это просто героический поступок со стороны женщины, и что ей нужно время для того, чтобы не только этого малыша в себе взрастить, но и также, чтобы потом свое тело как-то вернуть в максимально приближенное состояние к прежнему виду и к прежнему состоянию. Поэтому свой первый год жизни с малышом я, конечно же, хотела бы концентрироваться на ребенке, а не на своем лишнем весе. И еще один пункт, помимо всего вышеупомянутого, который может на самом деле помочь тебе хоть как-то чувствовать себя лучше в тот момент, пока этот лишний вес еще есть, пока он не ушел – это одежда. Это одежда, которую приходится покупать заново или шить заново, или каким-то другим образом свой гардероб изменять, потому что, естественно, в большинстве случаев в свою старую одежду ты не влазишь. Следовательно, я для себя поняла, что мне наиболее комфортно всего в широких длинных платьях, чтобы мне не нужно было, не знаю, там окалять ни ноги, ни руки, ни грудь, ни живот и так далее. Просто максимально прикрыть все свое тело, чтобы мне было комфортно, чтобы я не думала о том, «О, Боже, там у меня что-то торчит, тут у меня что-то не так, люди на меня не так посмотрели» или что-то типа того. Поэтому я сильно думаю о том, как я ношу свою одежду, какую одежду я выбираю. И если говорить о внешнем виде, особенно груди, то здесь точно по своему опыту могу сказать, что если грудь большая, то лучше всего подходит бюстгальтер, который не типа спортивного бюстгальтера, который, как правило, врачи нам рекомендуют, или такие вот ХБ, мягкие бюстгальтеры без вот этого поролончика или какой-то прослойки жесткой. Лучше этого подходит все-таки бюстгальтеры, да, специальные для кормления без косточек, но в то же самое время с плотной-плотной прослойкой. Я такие бюстгальтеры нашла, в магазине купила 75Е, товарищи. И в принципе я понимаю, что внешний вид твой осанки, твоей груди, твоего того же живота, спины в таком бюстгальтере намного-намного лучше, чем в бюстгальтере спортивного типа, у которого нету ничего, никакой прослойки, которая не держит вообще ровным счетом ничего. Да, он удобный для кормления, да, он удобный там в доме находиться, но если ты одеваешь, например, платье, или ты одеваешь рубашку, блузку, не знаю, да, хоть что угодно, ты одеваешь даже майку, общий вид твоей груди, он, конечно же, сильно-сильно отличается. Поэтому для себя я вот сделала очень важный вот такой вывод, что все-таки бюстгальтер должен быть плотным, жестким и таким вот, утягивающим и держащим мою грудь на месте. Конечно же, не так удобно кормить, потому что все-таки его, когда ты его раскрываешь, труднее его убрать таким образом, чтобы малыш подобрался к этой груди, но тем не менее, я считаю, наиболее хороший вариант, особенно для большой груди. Для маленькой груди это вообще другая история, там хоть что одевай, мне кажется, там будет окей. Но вот именно для дамочек и мамочек, которые с бидонами ходят, я, в общем-то, могу рекомендовать точно не спортивный бюстгальтер, а бюстгальтер более жесткого формата. Это все мои рекомендации, все мои какие-то моменты, которые я заметила и которые мне помогли в течение двух месяцев сбросить 20 килограмм. К счастью моему предела нет, потому что цифра, это, конечно же, внушительная. И, в принципе, все те страшилки, которые мне говорили, вот, ты, там будете сложно рожать, ты после родов просто будешь коровой, потом хрен это все сбросишь, потому что гормоны меняются, и ты уже просто превратишься в толстую жирную бабу. Все эти разговоры, конечно же, меня волновали и пугали. Но сейчас я понимаю, что обоснования они абсолютно никакого не имеют, и слава богу, килограммчики мои быстренько, быстренько слетели. И осталось всего треть. Так что буду в ближайшее время по возвращению в Петербург также записывать видеоролики со своими тренировками. Поговорю с тренером для того, чтобы вот эту программу разработать как раз-таки особо для мамочек, которые дома, которые кормят, и так, чтобы какие-то хотя бы упражнения можно было бы производить и совершать дома, без специального похода в спортзал, если такой возможности нет. На это все себе даю целый год, потому что это тот срок, который я для себя установила для кормления Рэма, и это тот срок, который я установила для себя до второй беременности, который мы с мужем уже также запланировали. Как вы знаете, мне сейчас 35, тортик как бы свежее не становится, следовательно, тянуть кота за хвост времени у нас нет. Поэтому за ближайший год есть у меня несколько задач, одна из них, скинуть свои 10 килограмм, стабилизировать, в общем-то, свое тело, и оставаться продолжительный срок времени в хорошем весе, и также при второй беременности уже не набирать этот вес, потому что тогда мне уже будет 36, рожу мне будет 37, а в 37 я думаю, что сбросить вес и как-то удержать себя в форме намного более сложнее, нежели чем в 35. В этом возрасте уже год-два они имеют большую-большую разницу, имеют большой вес. Ну да ладно, это все у нас впереди. На сегодня я с вами прощаюсь, желаю доброго дня и прекрасного уикенда. Ах, у нас жара просто невыносима, и в ближайшие дни там до 20 чисел ничего не поменяется, поэтому мы пока в заточении. Если хотя бы чуть-чуть полегче станет, мы выползем в сад, может быть, я смогу окунуться в бассейнчик, но не думаю, что это, в принципе, какая-то моя перспектива на ближайшее время, потому что все-таки малыш, он вносит свои коррективы в мой отдых и в мою повседневную жизнь. На сегодня все. Увидимся с вами в понедельник. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова